добрый день дорогие ребята всем здравствуйте мы продолжать ашим бытарство с квадратными уравнениями и сегодня у нас будут не квадратные уравнения а би квадратные уравнения сразу возник вопрос что такое би квадратное уравнение это когда у нас уравнение будет четвертой степени но не пугайтесь это лишь чуть-чуть сложнее чем обычные квадратные уравнения по крайней мере те примеры которые мы будем уделять с вами внимания поскольку все возможные черные и синие маркеры мной были потрачены из большого количества наборов поэтому сегодня будем писать только зелеными и красными лучше видны красные вот поэтому будем стараться тратить их потому что у них чтобы 10 накопилось за несколько месяцев что такое би квадратные уравнение давайте говорить об этом x 4 давайте запишем на третье а x 4 плюс b x квадрате плюс c равно 0 да красный всегда хорошо видно особенно на контрольных особенно когда после контрольных когда исправляют чужую работу и пишут замечания и указывают на все ошибки ну что у нас у нас по классике да а а b c это какие-то коэффициенты да при этом как банк а не равно нулю в чем логика до логика вся в том чтобы и квадратное уравнение перевести в обычное квадратное уравнение и мы будем с вами пользуется фокусом замены переменных мы будем говорить что мы пока заменим x квадрате на y и сведем все к виду а а y квадрате бы игрек плюс c равно нулю мы с вами найдем корни до игрек 1 и игрек 2 когда мы их найдем а это число мы обратно вспомним что у нас x квадрате да равно одному корню другому корню и уже найдем корни которые соответствуют x сам как вы понимаете когда у нас квадратное уравнение у нас два корня максимально может быть один либо нет корни когда у нас бик квадратное уравнение у нас может быть четыре корня максимально опять же все будет зависеть от дискриминантов и от других нюансов но мы по ходу дела разберемся то что как бы по сути мы решаем такое же уравнение которое делится на 2 но только как бы у нас x то есть по сути решаем обычно квадратное уравнение но только в конце вспоминаем что у нас оказывается x это не просто какое-то число а еще какое-то квадратное уравнение уравнение в квадратном уравнение сейчас разберем пример чтобы долго не ходить вокруг да около следующий пример x 4 смотрите x 4 минус 4 само собой вы должны понимать что это работает если здесь 4 а здесь 2 если здесь будет первое все это не работает это работает только тогда когда можно произвести замену и превратить в обычное квадратное уравнение в остальных случаях для многочлена четвертой степени на мы не сможем ничего сделать и так легко найти корни поэтому можно сказать что это очень частый очень частный очень редкий случай когда можем найти корни многочлена четвертой степени понятно это да давайте x квадрате минус 4 x квадрате плюс 3 равно нулю как мы с вами договорились мы говорим давайте упростим себе жизнь и заменим x квадрате на и ну или давайте так чтобы было причинно-следственная связь мы хотим x квадрате превратите в игрек у нас получится игрек квадрате минус 4 y плюс 3 равно нулю напишите пожалуйста в чат 1 до 5 понятен да как переход произошел да вот я x квадрате заменила игрек x 4 это x квадрате в квадрате получилось игрек квадрате замена понятно просто хочу убедить потому что там не на 9 класс вообще молчаливый ничего не пишут ничего не отвечают а потом спрашивают такое мы не понимаем как это делать а это было 5 занятий назад вот хорошо дальше как это решать давайте вы решите мне напишите y1 и y2 или все-таки надо дискриминант посчитать ладно если уж это показательный пример то наверное это надо сделать а равно единице b равно минус 4 c равно 3 д равно b квадрате минус 4 от сэм это уже пишу быстро б в квадрате 16 минус 9 минус минус 12 что я пишу 4 минус 12 понятно да 4 на 3 на 1 получается 12 что у нас получается y12 равно минус b а у нас b это 4 поэтому получается у нас 4 плюс минус 4 делить на 2 да значит и грек 1 равно а плюс минус 2 корень из 4 все уже глава не работает равно 3 и грек 2 равно единице но смотрите и это мы пока дошли только до и грек нам нужно же найти икс и почему 9 не все неправильно ребят какой во первых корня 4 если вы хотите икс и уже писать во вторых вы все кто-то очень сильно напутал последовательность смотрите что дальше мы делаем мы возвращаем наше равенство обратно у нас известно что x квадрате но и грек соответственно x квадрате равно 3 x квадрате равно единице два новых квадратных уравнения и в первом квадратном уравнении но но это банальное квадратное уравнение да я думаю вы понимаете что x 1 равно корень из 3 x 2 равно минус корень из 3 соответственно здесь является корнями давайте напишу x 3 равно минус 1 x 4 равно единице вот 4 корня биквадратного уравнения напишите пожалуйста в чат понятно ли вам как мы получили эти четыре корня что вот мы получили с вами y1 и y2 заменили их на x квадрате у нас получилось два квадратных уравнения в двух квадратных уравнений по два корня и того суммарно 4 вы сказали вам все понятно соответственно следующий пример будете решать самостоятельно да давайте попробуем ну я не ожидаю того что вы сразу все решите правильно просто хочется надеяться что у вас получится дайте вот да у нас x 4 минус 3 x квадрате плюс 2 равно нулю делайте замену находите и греки делайте замену обратно находите все четыре корня опять же не факт что их будет 4 опять же не факт что решите квадратное уравнение с игреком там не будет дискриминанта так или иначе попробуйте решить это во все остальные крайние случаи мы рассмотрим еще в следующих примерах интересно интересно что же у нас получилось давайте до классическая по черным а давайте попишем им хотя он не кажется проживет надолго потому что он уже несколько занятий пишет или нет он дурной y равно x квадрате значит вот этот или квадрате минус 3x плюс 2 равно болю воспользуюсь теоремой вие то буду наглецом попробую до игрек один плюс игрек два равно минус b это значит равно трем игрек один умножить на игрек два равно двум соответственно я думаю понятно что здесь корни игрек один равно единице игрек два равно двум соответственно у нас два уравнения x квадрате равно единице соответственно x 1 равно единице x 2 равно минус единице да и второе x квадрате равно двум соответственно x 1 равно корень из двух и x 2 равно минус корень из двух Не забывайте, что корень не изменяется только единицами. Здесь вы должны и написать будете, что у вас квадрат. Чего равен двум? Корень из двух, да? Ну, да, это не влияет на решение. Написал и написал. Это понятно? Ну, я думаю, понятно. Это ситуация, когда у нас все корни есть, когда у нас красивые, удобные корни получаются при решении с игреком. Ну, теперь давайте посмотрим на остальные крайние случаи, да? Что у нас получается, когда все не так красиво, радостно. Ну, это, к слову, о том, что, понятное дело, да, у нас будут примеры, которые, когда ты там начинаешь решать, кажется, что все довольно-таки непросто, но корни получатся, ну, из многоэтажных корней вполне себе, да? Разберем подобный пример. Допустим, x четвертый минус 2x в квадрате минус 2 равно 0. Делаем классическую замену. Получается, y в квадрате минус 2y минус 2 равно 0. Считаем дискриминант, получается 4 минус 4 на минус 1 на минус 2, у нас получается 4 плюс 8, получается 12, да? Затем, что y1, y2, ой-ой, y1 равно 2 плюс минус корень из 12 делить на 2, ну, просто плюс, да, мы же y1 пишем. 2 плюс 2 корень из 3 делить на 2, у нас получается 1 плюс корень из 3. Ну, и, соответственно, в случае y2 получится 1 минус корень из 3. А теперь смотрите, да, у нас получается с вами 2 квадратных уравнения типа x в квадрате равно 1 плюс корень из 3. Соответственно, x1 равно корень 1 плюс корень из 3. x2 равно, ну, мы можем спокойно написать, да, в голове, да, помним, да, мы можем спокойно это написать, потому что это положительное число. Здесь будет минус корень из 1 плюс корень из 3, да, а вот 2 корня. Хорошо. А что по поводу этого? Что по поводу этого? Можем корни найти? Почему? Ну, потому что 1 минус корень из 3, давайте для технику, корень из 3, это примерно 1 и 7. А 1 минус 1 и 7 получает отрицательное число. Корень, ну, квадрат чего-то не может быть отрицательным числом, если мы работаем в действительных числах, да, соответственно. Здесь у нас корни не будет, да. Поэтому можно сказать, что у нас всего 2 корня. 1 плюс корень из 3 из всего этого корень и минус корень из 1 плюс корень из 3. Это понятно? Ну, какая может ситуация возникнуть, да, что, вот, например, когда вы нашли y2, но когда вы проявляете x в квадрате, из этого корня найти не сможете. Это понятно. Хорошо, давайте вы сейчас попробуйте мне написать, какая ситуация происходит в следующем квадратном уравнении, в биквадратном уравнении, да, 2x в четвертый минус 3x в квадрате плюс 5. Нет корней. Все правильно. И причем нет корней на каком этапе. Нужно акцентировать на это внимание. Мы же разбираемся в возможных случаях. Нет корней не на этапе, когда там, да, мы не можем... y1, y2 нашли. Дело даже не в этом. Дело в том, что даже из этих коэффициентов мы получаем дискриминат отрицательный. Мы даже y1, y2 не можем найти. Не говоря о том, что мы не можем найти потом решение для уравнения x в квадрате равно какому-то значению, да. Что у нас получается? Дискриминант получается минус 3 в квадрате, минус 4 умножить на 2 умножить на 5, у нас получается 9, минус 40, у нас получается минус 31. Соответственно, если мы вот это не можем разложить, то и b квадратные уравнения не имеют решения. Это понятно. Хорошо. Смотрите, мы в предыдущем примере разобрали случай, когда у нас получается 2 корня. То есть мы сначала решили, первое уравнение квадратное у нас получилось 2 корня, а второе корень не подошло, и с первым мы получили еще 2. Теперь вопрос, когда у нас... При каком раскладе у нас еще может получиться ситуация 2 корня? Давайте подумаем. Когда у нас может получиться у биквадратного уравнения 2 корня? Сценарий вообще много, но как бы... Хотя не так много. Их всего 2. Второй сценарий состоит в следующем, да, когда мы, решая уравнение с у, получили с вами дискриминант равный нулю. Поэтому у нас получилась не ситуация, когда у нас получилось 2 ответа с y1 и y2, и потом второй не подошел, потому что не получилось решить вот такое квадратное уравнение, да. А вот у нас изначально получился всего 1 ответ у y, и, соответственно, мы не можем получить больше, чем 2 решения на биквадратном уравнении, да. Что у нас здесь получается? Да, у нас дискриминант, я думаю, вы сами решите и поймете, что он получается нулевой, да. Там 36 минус 36. Дискриминант вы поставили нулю. Соответственно, y нулевое. Я пишу y нулевое, но оно должно быть одно, да. У нас получается 6 делить на... получается, ну, минус b делить на 2а, то есть 6 делить на 18, и в итоге говоря, 1 третья. Поэтому у нас x в квадрате равно 1 третья. Соответственно, у нас получается 2 корня в биквадратное уравнение x1, 1 корень из 3, 0x2 минус 1 на корень из 3. Вот это ситуация, когда у нас дискриминант равен нулю. У нас получается дискриминант при... после замены, да. Дискриминант уравнения после замены равен нулю, и получается одно значение y, ну, и ему будут соответствовать два значения x. Это понятно. Какие ситуации могут быть еще? Может быть, ситуация следующая. Давайте вы попробуйте решить. следующую ситуацию, да, например, x четвертый плюс 10x в квадрате плюс 25 равно нулю. Давайте вы решите такой пример, и мы разберем эту ситуацию. Тоже довольно-таки интересный частный случай. Шо вы жмакаете огонечки? Лучше скажите, какой корень. Если он, конечно, вообще существует. Ну, какой сценарий остался у всех, что мы рассмотрели? Давайте. Дарья, Дмитрий, ну, вы хоть что-нибудь скажите. Ну вот, да. Отлично. Действительно так, это последний сценарий, когда мы можем решить это квадратное уравнение. И мы получаем с вами, по сути, y равно минус 5, да? Но мы получаем один корень, и он никак не подходит к нам. То есть мы получали один корень при решении первого квадратного уравнения, и то он отрицательный, поэтому он нам не подходит. Это последний сценарий, который нужно было нам рассмотреть. Но давайте сейчас порешаем каких-нибудь крокодилов по большей самостоятельной работе. Решаем примерчик. Вы решаете примерчик и разбираете его. Ответственно, напишите, пожалуйста, в чат от 1 до 5 максимально возможное количество людей. Понятно ли вам суть темы, которые мы сегодня разбираем? У меня, видимо, чат что-то с запаздыванием работает, поэтому я ваше сообщение увидел не сразу, но бывает. Хорошо. Давайте решать примеры. Ну да, чат с запозданием работает, поэтому это бывает. Это, судя по всему, так. У меня сообщения ваше приходят через минуту, может быть, даже больше. х четвертый минус 20х квадратик плюс 64. 2 минус 2, 4, 0 минус 4. Интересно. Спасибо. 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 Продолжение следует... Какие там ответы? У всех одни и те же, да? Ну, как у всех, пока два ответа, они одинаковые. Ну, проверим, насколько вы справились. Так, здесь 56, 64, y1 равно минус 2, минус b, 20, плюс 12, делить на 2. y2 равно 16, да? y2 получается 20, минус 12, делить на 2, получается 8 на 4. x в квадрате равно 16, x в квадрате равно 4. x1, x2, 4, минус 4, x3, x4, 2, минус 2. А, ну, это несложный пример, я думаю, тут все справились, все большие молодцы. Хорошо. Ну что, усложним жизнь, делаем коэффициенты пожирней, а жизнь посложней. 4x в квадрате минус 41, x в квадрате плюс 100 равно 0. Да, ничего не перепутал? Да, вот этот следующий пример. Решаем. Надеюсь, чат работает без задержек, потому что пока ваших ответов не вижу. Ну ладно, давайте смотреть, что у нас получается. 4y в квадрате минус 41, y плюс 100 равно 0. Дискриминант 41, минус 41 в квадрате минус 4 на 4 на 100. 41 в квадрате. Интересные ответы. 41 в квадрате. Получается 1681, а тут 4 на 4 на 100, получается 1600. Значит, у нас получилось 81. Хорошо. y1 равно минус b, получается 41, плюс корень из 81, это 9, делить на 2а. То есть делить на 8, и того получается 50, 80, ну или я не знаю. Ну давайте так оставим, ну 25 четвертых, да, 25 четвертых. Пусть так будет. y2 равно 41 минус 9 делить на 8, это будет 32 делить на 8, это будет 4. Соответственно, у нас получается x в квадрате равно 25 четвертых, и x в квадрате равно 4. Ну получается здесь 2 минус 2, а здесь 5 вторых и минус 5 вторых. Вы не смогли взять корень из 25 четвертых, но выдаю, вот конечно. Я очень непростительно, корень из 25 четвертых взять. Если будет 25 шестнадцатых, то тоже оставите так. Это я к тому, что такие примеры, если надо будет решать каких-нибудь государственных тестов, экзаменах, где проверяет машина, вы не запишите корень из 25 четвертых, потому что компьютер это не примет. Поэтому нужно до конца, да. Хорошо. Поехали дальше. Что-нибудь такое. 25x четвертых плюс 30x в квадрате плюс 9. Так, не черненьким. Сегодня только красный день, да. 25x четвертый плюс 30x в квадрате, 25x четвертый плюс 30x в квадрате, да, я правильно пишу. Плюс 9 равно нулю. Давайте вперед. И с песней. Спасибо. Спасибо. у нас дострочный ответ нет корней хорошо давайте посмотрим да у нас будет 25 y квадрате плюс 30 и y плюс 9 равно нулю дискриминант будет 30 квадрате минус 4 на 25 на 9 получится 900 минус а шо а где нет корней а 900 я уже думал дискриминант отрицательный ну тогда хорошо нет претензий у нас получается минус b делить на 2 а до 4 грек равно минус 30 делить на 50 ну да соответственно x квадрат не может быть равен минус 3 5 ну все прекрасно да у нас получился один корень это отрицательный поэтому мы не можем дальше найти нет корней хорошо 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 ладно ну давайте сюда чтобы штуку зачем генеть загогулины нам допустим на 25x 4 плюс 25x 2 равно минус 6 опять нет корней что у нас получается 25x 4 плюс 25x квадрате плюс 25x квадрате плюс плюс 6 и грек 25x квадрате плюс 25 и грек плюс 6 равно нулю дискриминант получается 25 в квадрате минус 22x квадрате плюс 25 а у нас получается 25 соответственно Реально я понимаю, да? Вот, получается у1 равно... Ну, почему я так написал? Потому что 25 умножить на 25, это 25 умножить на 24. Соответственно, здесь получится 25. Я думаю, это понятно, да? Я даже не считал значения, я просто... 25 на 25, 24 умножить на 25, получается 25. Хотя, конечно же, 4АЦ. Ну, все правильно, да, 4АЦ. Что у нас получается? У нас получается минус 25 плюс 5 делить на 50. Здесь получится минус 20, 50, да? Ну, вот, кстати, это еще один пример, который мы не разбирали, наверное, да? Минус 25 минус 5 делить на 50. Когда мы получаем два корня, но оба они отрицательные, поэтому в конечном счете мы не можем получить биквадратное уравнение. То есть мы можем его разложить, там, условно говоря, на два квадратных множителя, но в конечном счете мы не можем разложить на линейные множители. Когда у нас получается два корня после первого квадратного уравнения, но оба они не валидны. Что еще? Ну, давайте еще какой-нибудь пример. Хотя уже время на исходе. Я думаю, мы с вами продолжим еще много решать на следующем занятии, где у нас будет тема распадающиеся уравнения. Ну, тогда на сегодня все. Всем большое спасибо за активную работу. Увидимся с вами через неделю и продолжим решать задачи по новым темам, связанным с квадратным уравнением. Всем спасибо, всем пока.